Добрый день, коллеги! Еще раз два часа, думаю, можно начать. Сегодня у нас вебинар на тему бюджетирования варианта применения объектов системы, связь со смежными блоками товарного планирования казначейства регламентированного оперативного учета. Вести его буду я, консультант-аналитик компании Кудерлайн Константин Алексеев. Смотрите, почему вообще возник вебинар? Потому что заказчики задают вопросы про систему бюджетирования ERP и зачастую, когда общаешься с заказчиком, возникают моменты, когда приходится больше перекладывать их пожелания на систему ERP, объяснять, как именно это выглядит. И, естественно, заказчик практически никогда не понимает, если ему этого не показать, не понимает, как это выглядит. Поэтому сегодня я постараюсь показать, для чего это вообще используется, какие именно финансовые инструменты перекладываются на систему бюджетирования. Я буду в основном рассказывать, показывать буду меньше, потому что тема очень большая, объем большой, поэтому все показать, естественно, мы не сможем. По программе. Сначала мы обозначим, что такое система бюджетирования, потом мы посмотрим варианты использования блока бюджетирования на примере бюджетных моделей, мы посмотрим, какие можно реализовать бюджетные модели, какие варианты есть, что в рамках бюджетной модели можно сделать. Посмотрим, обсудим несколько моделей. Дальше здесь же мы посмотрим, как это примерно будет выглядеть, то есть как это будет выглядеть с точки зрения пользователя. Дальше мы посмотрим отдельные объекты блока бюджетирования 1С ERP и варианты использования. Почему отдельные объекты? Будем смотреть, потому что, как правило, когда рассказывают про бюджетирование ERP, это именно вид бюджета, который мы посмотрим, именно как он настраивается и как выглядит сама форма. Но кроме самой этой формы есть еще ряд инструментов, которые тоже применяются и полезны, причем зачастую некоторые инструменты очень важные, до их применения не доходят, хотя это очень удобно. Дальше мы посмотрим связь с блоками товарного планирования. Отдельно расскажу про товарное планирование, зачем оно нужно. Потом связь с блоком казначейства и связь с блоками регламентированного оперативного учета. Почему рассматриваем в связке разных блоков? Потому что бюджетирование, как правило, не применяется само по себе. То есть, если начинают использовать бюджетирование, то, как правило, уже есть какой-то блок казначейства, либо регламентированного учета, либо есть пожелание применять бюджетирование именно с какой-то целью. Само по себе бюджетирование просто ради плановых данных, просто ради массива данных, конечно, никто не применяет. Пойдем тогда по программе. Что такое блок бюджетирования ERP? На экране вы видите определение блока бюджетирования ERP. Это то понимание блока, который есть у 1С. Если все это сократить, то это инструменты финансово-экономического планирования, направленные на их достижение. Основными задачами, перейдем сразу к основным задачам бюджетирования, это прогнозная оценка финансового состояния предприятия и его структурных единиц с учетом различных финансово-экономических факторов. То есть, то, что у вас, возможно, есть в Excel, который вы ведете бюджеты, допустим, на год или на месяц, или даже на неделю какие-то планы делаете, или стратегические планы на несколько лет, вот для этого и нужен блок бюджетирования ERP. Оперативный контроль финансовых процессов. Опять же, у вас есть планирование, вы можете его корректировать, обновлять, тем более в текущих ситуациях. Вам наверняка аналитики говорят, что все очень часто меняется, но, несмотря на это, планы все равно нужны, нужно как-то планировать, нужно как-то планировать свою деятельность, поэтому есть такой блок, как контроль финансовых процессов. Коллеги, извините, я закрою тут одно окно, мешает мне. Укрепление финансовой дисциплины. Вот отдельно про укрепление финансовой дисциплины, это то, что я говорил про объекты системы, это планы подготовки бюджетов. Отдельно покажу этот инструмент. Редко кто применяет, но как раз он сможет улучшить финансовую дисциплину, это не обращаясь сейчас именно к финансовой дисциплине с точки зрения дебиторской и кредиторской задолженности. То есть здесь имеется в виду именно техническая часть, хотя и дебиторская и кредиторская задолженность выправляются за счет планирования, именно за счет постановки планов подразделения. Пойдем дальше, пойдем к первому слайду. Здесь у меня слайд по бюджетированию, как включается настройка. Буквально одно слово про настройку в самом начале. В системе 1S ERP можно включить или выключить систему бюджетирования, так же как по лимитам. Вы можете ее полностью выключить, можете ею вообще не пользоваться, в любой момент можете включить, она у вас заработает. Но если она вам не нужна, если вам не нужно видеть какие-то значки по бюджетированию, смотреть на какие-то статьи, то вы ее выключаете и больше не смотрите. Пойдем сразу к вариантам использования. Сейчас, секунду. Вариантам использования. На примере бюджетных моделей. Какие модели бюджетирования можно реализовать на 1S ERP, и какие реализовывают. Забыл в самом начале рассказать, немножко вернусь, немножко расскажу про себя. Я работаю около 5 лет на проектах и работал как раз блоками бюджетирования в России, Беларуси и в Казахстане. В основном на производствах и некоторые торговые компании. Я это говорю к тому, что мы будем как раз рассматривать и производственные компании, и торговые, потому что бюджетирование для разных направлений, для компаний с разными направлениями работает по-разному. И планирование, соответственно, идет тоже по-разному. Вы можете посмотреть на экране модели бюджетирования, которые здесь написаны. Я сразу перейду в систему. Там они тоже будут написаны. И мы их сразу посмотрим в системе, как это выглядит. Бюджетирование. Я зайду сразу в виды бюджетов и открою модели бюджетирования. Вот сделал я 10 моделей бюджетирования разных. Мы не все их будем смотреть. Начнем просто с самих моделей, как их можно реализовать. Модель, классические модели снизу вверх, сверху вниз. Вот первые две модели, о которых всегда говорят, всегда хотят. Опять же, когда приходишь, как правило, говорят, что не снизу вверх, сверху вниз, а именно смешанная модель. То есть, когда показатели идут и снизу, и сверху, и все это корректируется. Мы сначала поговорим о модели снизу вверх. Как ее, в принципе, можно реализовать в ERP. Как это, в принципе, будет выглядеть. Мы сейчас просто про методику поговорим. Допустим, вот у меня открыта здесь модель снизу вверх, и вот идут бюджеты. Я их пронумеровал последовательно. И отчеты. И говорим о самой модели. То есть, снизу вверх, допустим, у нас компания, которая планирует от, ну, допустим, торговая деятельность, планирует от продаж. И сначала мы берем бюджет продаж, составляем бюджет продаж. После этого мы можем составить бюджет поступления денежных средств. Опять же, сразу здесь останавливаясь, бюджет продаж, бюджет поступления денежных средств. Это не значит, что это будет только один бюджет, и что его будет вводить только один человек. Если у вас 10 подразделений, которые занимаются продажами и делают бюджеты, у вас может быть либо 10 этих видов бюджетов, экземпляров, либо один бюджет, но с разными подразделениями. Сейчас, может быть, что-то непонятно говорю. Я чуть позже покажу, как это выглядит. Сейчас просто по последовательности. То есть сначала планируем, допустим, продажи, планируем поступление денежных средств от продаж. Потом мы можем спланировать себестоимость. Тоже отдельный вопрос по себестоимости. То есть последовательно мы можем спланировать все наши данные, бюджет закупок, передача производства, производство, вход, накладные расходы, основные средства, административные расходы, оплаты денежных средств и консолидированные бюджеты. Как правило, соответственно, когда все приходят к тому, что надо автоматизировать бюджетирование, у них либо есть какая-то система, допустим, в Excel, либо нет. Если есть система, ну не система, имеется в виду бюджеты в Excel, то это какой-то большой неподъемный файл, который загружается. Последний раз мне говорили, загружался файл, по-моему, 40 минут. Файл по бюджетированию одного клиента. Соответственно, если есть бюджеты, то их можно переложить на 1С. Если нет бюджетов, то когда начинаешь разговаривать с клиентом, говорят уже сразу, что хотят все, и BDR, и BDDS, и баланс. Сейчас я немного остановлюсь, потому что если у нас присутствуют люди, которые вообще не знают бюджетирование 1С ERP, надо посмотреть, как это выглядит вообще в принципе, как выглядит сама форма, как бюджет, чтобы просто продолжать дальше говорить. Я покажу все это на примере бюджета продаж и бюджета поступления денежных средств. Дальше мы не пойдем, слишком большой объем будет. Посмотрим бюджет продаж. Сейчас выйду. Вот этот вот список видов бюджетов, это не сами уже бюджеты, а именно настройка форм. Сейчас я зайду, покажу вам, как будет выглядеть этот бюджет. Вот у меня бюджет продаж. Ну вот, например, я настроил вот такую вот форму, чтобы у меня были на год месяца по году, чтобы у меня была выручка. Чтобы у меня, ну, я просто знаю, что это контрагент, чтобы я мог планировать по контрагентам, чтобы я мог планировать по договору и чтобы я мог планировать по номенклатуре. Аналитику, в рамках которой вы можете планировать, можно настраивать. То есть вот эта вся форма, если вы в Excel что-то планируете по продажам, то у вас наверняка слева, допустим, номенклатура или категории какие-то номенклатуры или виды номенклатуры. Сверху месяца. И вы можете планировать в количестве и в стоимости. Соответственно, если перекладывать это на 1S ERP, то можно здесь сделать отдельный бюджет по количеству, потом сделать отдельно ввести цены. Причем цены можно ввести как в общий справочник, классический справочник цен, так и через какую-то другую форму, опять же бюджетную. Потом все это перевести в суммы. В зависимости от того, как у вас планирует, как у вас идет процесс планирования. Иногда процесс планирования продаж предполагает, что продающее подразделение предоставляет данные по количеству, а финансовая служба либо коммерческая служба, другое подразделение предоставляет цены, плановые, рассчитанные по разным правилам. И, соответственно, вы можете сделать бюджет продаж сначала в количестве, у вас будет отдельная форма в количестве, потом у вас будет отдельная форма для цен, потому что это будут вводить разные люди, и потом у вас в еще одной форме все это объединится. Вы нажмете кнопочку «Заполнить», у вас все это объединится, рассчитается само автоматически. Также все это можно делать и в одной форме, если вам это нужно. Можно сделать, соответственно, три колонки. Вот у вас месяц будет три колонки. То, что я сейчас говорю про то, что это можно настроить, я не имею в виду, что это какая-то доработка. Нет, это стандартный типовой функционал, можно настроить, любое количество колонок, которые вам нужно, и настроить, кто это будет согласовывать, кто это будет вводить. Я показал форму бюджета, теперь я покажу то место, тот конструктор, где он настраивается, чтобы вы понимали, как это настраивается. Это как раз вид бюджета, бюджет продаж. Вот, смотрите, структура бюджета. Справа слева у нас элементы, которые можно использовать. Справа это сама структура бюджета. То есть здесь простая структура бюджета, таблица, колонки, месяца, выручка. Допустим, я хочу изменить этот бюджет, просто чтобы понимали, насколько это трудоемко или легко. Не знаю, как сказать. То есть я здесь все удалю, добавлю таблицу, просто я ее перетащил, добавил. Особо запоминать не надо, просто я показываю, как можно сделать ту же самую форму, которую я сейчас сделал, которую вы сейчас видели. Просто чтобы было понимание. Я нахожу статью, перетягиваю ее, и, допустим, в этой статье у меня есть несколько аналитик. Контрагенты. Если до конца не понимаете, не страшно, что я сейчас делаю. Я просто показываю, как именно это можно, то есть насколько долго это делать, скажем так. Все. Вот форму, которую мы видели, бюджет продаж, я заполнил. Вот ту, которую мы видели, по месяцам, на год, в той модели бюджетирования. Вот у меня выручка, я добавил контрагентов, договоры, вот в конце написано контрагенты, договоры, номенклатуры. Все, у меня форма самая простая готова. Если мне нужно в нее что-то добавить, соответственно, я в нее могу что-то добавить. Если мне нужно, как я говорил, несколько колонок, то я, соответственно, могу перетянуть в колонке, могу написать количество, цена, сумма. Могу настроить для каждой, для каждой этой колонки формулу и, соответственно, либо вводить эти данные в отдельных местах и они будут объединяться, либо они будут вводиться в одном бюджете. Все, по продажам все. Еще, чтобы вы понимали по заполнению, то, что я рассказываю про заполнение, покажу еще бюджет поступлений. бюджет поступлений, то есть мы ввели бюджет продаж, у нас есть бюджет продаж и, допустим, у нас какие-то простые правила отсрочки, мы понимаем, что у нас дебиторка возвращается, половина дебиторки из прошлого месяца, половина дебиторки из следующего месяца, но мы не хотим это все заполнять вручную, у нас есть клиенты, я сейчас обновлю форму, чтобы она обнулилась. Вот она у меня обнулилась и, соответственно, я не хочу ничего заполнять, я просто заложил вот в том конструкторе, который вы видели, правило по формуле, что половина от предыдущего месяца продаж и половина от текущего. Я нажимаю заполнить и он у меня заполняет сам сколько у меня поступит денег. Это для учета денежных средств. Опять же, аналитики можно настроить отдельно для статьи. Всего можно 6 аналитик плюс 2 сквозные организации и подразделения. Это сквозные аналитики. Что значит сквозные аналитики? То есть вот я открою статью. Вот статья бюджета. Здесь можно указать, что вы будете планировать в рамках 6 аналитик. Допустим, контрагенты. То есть вы хотите планировать в контрагентах, договорах, статьях, денежные средства еще. Это, по-моему, банковские счета. Если вы хотите добавить какую-то аналитику, допустим, бизнес-регион. Регион или сектор. Сектор нахождения клиента. Ее можно сюда добавить. организация и подразделение это аналитика сквозная и в эти 6 она не входит. То есть ее не нужно добавлять, она не будет пожирать ваши аналитики. Так, это то, что по бюджетам. Теперь вернемся к самой модели бюджетов и немного про сами бюджеты. Какие есть особенности в системе ERP по бюджетированию? Мы, опять же, в нашей схеме снизу вверх, теперь поговорим про какие-то формы бюджета, про какие-то нюансы. Для бюджетирования нужен бюджет себестоимости, то есть как-то мы должны его спланировать. Сейчас, секунду, коллеги. Как-то мы должны спланировать рассчитать себестоимость. В ERP это отдельный процесс, на проектах тоже это отдельный такой вопрос. То есть вы можете просто сказать, что у нас будет некая сумма себестоимости по номенклатуре, окей, мы будем ее вводить, просто вводить сумму по себестоимости. Как правило, этого никто не хочет, потому что сам процесс автоматизации расчета плановой себестоимости это отдельный такой большой процесс, который требует отдельной проработки. В самом ERP какая есть возможность расчета себестоимости плановой именно? Именно в рамках бюджетирования вы, во-первых, можете сделать какую-то некую математическую модель и рассчитать себестоимость, но вот эта математическая модель вы можете взять данные предыдущего года или предыдущего месяца, допустим. это выполнимо, это актуально тогда, когда у вас планирование идет на год или на два или дальше, потому что понятно, что себестоимость через год вы не сможете прямо сейчас рассчитать, потому что цены могут измениться, фод может измениться, логистика, стоимость логистики может измениться, поэтому вы это никак не рассчитаете. Но в принципе, если вы понимаете цены закупочные, если у вас не какая-то большая такая схема планирования себестоимости, допустим, какие-то три элемента, это материалы, это логистика, это работы, допустим, установка, установка или сборка, если это мелкая, крупномузловая сборка, то вы можете внести эти три значения в бюджет, также написать формулу, и они все рассчитаются. Можно сделать это на основании каких-то коэффициентов. Про отдельные элементы я еще расскажу. Можно так сделать. Отдельный инструмент есть по планированию себестоимости, это именно расчет плановой себестоимости, не плановой себестоимости, плановых калькуляций, есть такой инструмент плановые калькуляции. Как они работают? Ну вот у меня есть какая-то плановая калькуляция, как они работают? То есть по конкретной позиции система может рассчитать плановую себестоимость на основании ресурсной спецификации, на основании ресурсной спецификации, в данном случае по плановой калькуляции. И соответственно эту стоимость через цены, то есть на основании плановой калькуляции можно сделать установку цен, после этого в бюджете можно эти цены подтянуть, и это будет ваша плановая себестоимость. Так, это второй вариант, он редко когда применяется, все-таки почему? есть один минус, нет именно вот этого разознавания в отчетах, то есть в итоге вы получите некий итоговый, итоговую цифру себестоимости, вы не получите именно в одном отчете в типовом продаже, сумму продажи, сумму себестоимости, чтобы эта себестоимость у вас расходилась по материалам, по полуфабрикатам и по работам. Это можно сделать отдельным отчетом, доработкой, но все равно коллеги обычно просят отдельно. Дальше пойдем бюджет закупок, ну соответственно бюджет закупок, нужно что-то закупить, в бюджетировании именно нету инструмента составить бюджет закупок на основании каких-то маршрутных карт или комплектаций или ресурсных спецификаций именно в бюджетах, но это есть второе на планирование, поэтому как правило применяется план закупок, про который я чуть позже расскажу. Ну и соответственно остальные бюджеты вы тоже можете сделать. Зачем нужны какие-то специфичные бюджеты вроде бюджета передачи производства? Потому что система бюджетирования позволяет в том числе контролировать остатки по каким-то показателям, то есть это не только оборотные показатели, там допустим 100 рублей продаж или потребили товар на 100 рублей. Нет, мы можем в том числе контролировать остатки, ну в частности остатки на складах, остатки на кассах можем планировать. Поэтому чтобы рассчитать уже прогнозный баланс, нужны вот такие вот специфичные бюджеты, которые тоже можно заполнить. Бюджет производства, опять же есть отдельный план производства, я его чуть позже покажу. Бюджет ФОД, соответственно бюджет ФОД, который здесь планируется. В бюджетировании это просто схема, не схема, а таблица по зарплате, вы можете планировать по коэффициентам, по сотрудникам, по физлицам, либо по какому-то виду сотрудников, можете одной цифрой, если не заморачиваться. Бюджет производственных расходов, соответственно, если у вас есть какие-то накладные расходы, можете их спланировать, завести в систему как массив данных. Сразу же возникает вопрос, зачем все это нужно, если можно сделать в Excel. Опять же, как я и говорил в начале, со временем у вас файлик Excel-овский будет таким очень-очень большим, будет долго открываться. плюс, если вам нужно провести какой-то анализ, сделать какие-то отчеты, то очень сложно вытащить эту информацию. Поэтому, когда вы формируете массив данных именно в бюджетировании ERP, то он остается здесь, вы понимаете, кто его сделал, вы понимаете, какие данные были и что пошло не так в итоге по хозяйственной деятельности. По приобретению, по выбытию основных средств можно сделать, вот у меня на одном проекте было как раз в прошлом году, по-моему, бюджет административных расходов, соответственно, ваши расходы и бюджет оплат. Все это, соответственно, нужно, чтобы сделать некие консолидированные бюджеты. Это у нас схема представлена как годовая, но при всем при этом можно делать все то же самое и на месяц, или на месяц, или на квартал. Отдельно спрашивает про корректировки бюджетов. Корректировка бюджетов сделать, ну, не то чтобы непросто, это не очень удобно делать. Именно корректировки, как правило, просят сделать именно отдельную какую-то форму для корректировок. Есть типовые инструменты корректировок регистров, есть отдельные, можно сделать отдельные какие-то бюджеты по корректировкам, отдельные формы. Это можно сделать, но обычно просят все равно сделать некую отдельную форму, простую, понятную. Опять же, Если вы ввели все эти данные, вам нужно сформировать, вы же их не только ввели, потому что тот человек, который вводит данные, он не будет, он их использует только для ввода, он не будет просто их, он вводит их в определенном формате, ему не нужен какой-то сложный порядок действий для ввода этих данных. Поэтому в бюджетировании можно, опять же, в пользовательском режиме, пользователь может сделать отчет на основании этого массива данных. Если вы ввели данные по производству, вы можете сформировать на основании них отчет. Форма создания отчета такая же, как я вам показывал, еще раз покажу, такой же конструктор, вы просто перетягиваете слева, с левого края в правый то, что вам надо, формируете колонки, строки, настраиваете какие-то формулы, если вам нужно, и, соответственно, можете запустить, вот, просмотреть вид отчета. И он вам сформирует отчет по тем аналитикам, которые вы сделали. Выглядеть он будет абсолютно так же, как и бюджет. Сейчас я его даже могу запустить. Ну, вот по продажам сформировались данные, просто по продажам. Вы можете настроить любое упоминание, вот, если увидите прочую номенклатуру в отчете, у вас вот этого прочей номенклатуры, вот этой не будет, она вам не нужна. Ну, в таком же окне, в таком же формате будет отчет, но даже оформление как-то можно перенастроить. Так, возвращаемся по, еще раз, да скажу по консолидированным бюджетам, так как это бюджетирование, вы ввели все данные для БДРа, БДДСа и прогнозного баланса, и вы можете консолидированные бюджеты делать как в виде формы ввода. Допустим, вы хотите зафиксировать в системе вот конкретный БДР за год и потом к нему обращаться. Вы можете сделать его в форме ввода. Но, в принципе, если все бюджеты введены, предыдущие, и все данные уже сформированы, то БДР, БДДС или прогнозный баланс можно сделать в форме отчетов. И этот отчет будет уже подтягивать как раз вот эти вот плановые данные. И, по сути, вам вот эта форма не нужна будет именно для ввода. Но это по желанию, опять же. Остатки на складах, опять же, как я и говорил, можно контролировать остатки на складах, планировать остатки на складах, причем даже есть отдельный план. Теперь вернемся к моделям. Какие есть модели? Какие можно модели реализовать и как? А нет, секунду, еще раз вернусь и покажу, как это примерно будет выглядеть у пользователя. То есть сразу возникает вопрос, как это будет выглядеть у пользователя. Вот, а вроде есть бюджеты, есть экземпляры. Первый вариант, как это будет выглядеть у пользователя, он заходит в систему. Самый простой вариант, это человек, который знает какие-то вещи про систему, он знает, что надо зайти в бюджетирование, планирование, в экземпляры бюджета. Он видит здесь список бюджетов, он может создать свой экземпляр бюджета, допустим, тот же самый бюджет продаж и уже заполняя все данные по экземпляру бюджета, ввести какие-то данные. Это первый вариант, но, как правило, никто этим практически не пользуется, потому что понятно, что должно быть разграничение прав и не все пользователи должны видеть все бюджеты. Ну, понятно, что финансист будет их видеть все, но пользователи не должны их видеть или даже не то, чтобы должны, они могут их видеть, в этом нет ничего страшного. Но это будет им мешать, и они могут нажать на что-то не то или могут путаться, могут ошибки возникать какие-то. Это первый вариант. Просто заходят, вводят бюджеты. Все знают, какие они должны ввести бюджеты, они заходят и вводят. Но еще раз говорю, этим никто не пользуется практически. Все просят настроить, все просят сделать настройку. Другой вариант. Подробнее, как он настраивается, расскажу чуть позже, просто покажу. Есть такое окошко, как мои бюджетные задачи, бюджетерные планирования, мои бюджетные задачи. Здесь пока пусто. Здесь пока пусто. Как это будет выглядеть, покажу вот на всех бюджетных задачах. То есть, человек заходит в систему, у него нет ничего лишнего в этой системе, и допустим, у нас вот 28 число, 28 июля сегодня, и нам сегодня нужно сделать план продаж. Я условно говорю, план продаж на август. Система создает, мы все уже настроили, система для этого пользователя создает бюджетную задачу. В этой системе пользователь, соответственно, видит, что у него есть бюджетная задача. Он не только в этой системе видит, есть возможность настроить в мобильном приложении, или есть возможность настроить оповещение по электронной почте. Ему придет письмо, он увидит, что да, вот ему нужно сделать эту задачу, потому что сегодня 28 число, нам нужно сделать план продаж или бюджет продаж. Он заходит и начинает его делать. В данном случае у него есть только одна вот эта задача, которую он должен заполнить. Покажу, как она выглядит. У меня все бюджетные задачи. И вот, ну пусть будет вот бюджета. Ну, примерно так будет выглядеть задача. Подробнее мы не будем смотреть. В этой задаче у него будет автоматически созданы документы бюджета, допустим, на тот же август. У него есть форма бюджета, которую мы настроили по продажам. Система сама создает ему задачу, оповещает его о том, что ему нужно сделать вот этот бюджет по продажам. Она ему создает уже этот экземпляр бюджета по продажам, но он, допустим, не заполненный. Вот здесь есть некий документ, но он не заполненный. Он в него должен зайти. Я зайду в экземпляр бюджета, чтобы было понятно. Он в него должен зайти и заполнить его. Вот те поля, которые вы сейчас видите на экране, это модель, виды, сценария, организация, период, периодичность, подразделение. Это все можно настроить, чтобы сам пользователь не заполнял все это. Чтобы пользователь зашел, у него все здесь заполнено, он зайдет вот в эту форму, проставит свои циферки, добавит какую-то аналитику, если нужно. Аналитику, я имею в виду, добавит, если по клиентам, то добавит тех клиентов, по которым планирует. Более того, если план его из месяца в месяц не сильно отличается, то в бюджете можно сразу сделать заполнение. Он зайдет, у него бюджет этот заполнится, допустим, по данным предыдущего месяца или по данным аналогичного месяца предыдущего года. И ему придется не то, чтобы вводить заново все эти цифры, а просто их скорректировать. То есть, допустим, я открыл экземпляр бюджета по продажам, вот у меня все, он сформировался, и мне нужно просто скорректировать цифры. Мне не нужно все это перелистывать, все это корректировать, я просто их скорректирую. Это по тому, как это выглядит. Соответственно, он заполняет этот бюджет, он меняет у бюджета статус, допустим, в работе. Ну, есть различные статусы у экземпляра бюджета. У него он был создан в подготовке, он пишет в работе. И после этого финансист, который контролирует весь этот бизнес-процесс, он видит, что этот экземпляр бюджета создан, что его можно уже смотреть. Соответственно, заходит в систему, и он либо согласовывает, либо отправляет его на доработку. Но самому пользователю уже вот это вот все настраивать, смотреть аналитики там и так далее, все это не нужно. У него чисто вот этот бюджет, у него выпадает вот эта формочка, он увидел, что ему надо заполнить, зашел в систему, заполнил, изменил статус, провел и забыл. Все. И, соответственно, так будет выглядеть, так будет выглядеть заполнение. Так, вернемся к виду бюджета. Коллеги, я вижу, что есть вопросы. Я закончу сейчас с моделями бюджетирования и посмотрю вопросы, чтобы мы далеко не отходили. По моделям, как они, как их можно реализовать. Снизу вверх, понятно, есть бюджет продаж, поступлений и последовательно можно сделать заполняемые на основании друг друга бюджета. Снизу вверх. Схема сверху вниз, опять же, можно сделать какие-то показатели. Но здесь чуть сложнее, потому что, когда показатели спускаются сверху вниз, то, когда ты формируешь операционный бюджет, допустим, по тем же самым продажам или закупкам или по себестоимости, то тебе эти данные нужно видеть. Поэтому можно настроить так, что есть некие эталонные данные, укрупненные, и в последующих бюджетах, которые нужно расшить, эти данные могут справочно отображаться. Либо они отображаются справочно, либо у нас есть отдельный отчет, с которым можно сравнить. Либо у нас вообще есть и справочно, они отображаются, и отчет, и вообще у нас есть отдельный отчет по сравнению этих данных. Выходим мы, не выходим за рамки этих цифр. Либо у нас вообще в самих формах можно сделать отслеживание формулы, которое будет вам показывать, ну, допустим, красненьким, отличается, насколько отличается количество или сумма. Все это можно сделать. Здесь насколько уже хватает фантазии, насколько хватает уже потребности в таком анализе и цифрах. Все, что касается чистой математики, отклонения, плюс-минус, все это можно сделать и поставить. Это, кстати, единственное, зависит от вашего уже железа, от ваших мощностей, насколько быстро все это будет грузиться. Понятно, что так как оно берет какие-то конкретные данные, оно будет грузить только те данные, которые нужны для продаж или закупок или себестоимости. Не так, как в Excel, когда будет загружаться все-все-все. Но здесь конкретно будут тянуться только те данные, которые нужны. Дальше пробегусь по моделям бюджетирования, по возможным моделям бюджетирования. По возможным бюджетным моделям. Тут иногда путаются. Модель бюджетирования – это некий технический термин 1S ERP, а вот бюджетная модель – это более методологический такой термин. Стратегическое планирование на несколько лет можно реализовать. Опять же, тот же самый порядок бюджетирования можно предусмотреть. Можно какие-то другие бюджеты, потому что на несколько лет, понятно, что будет укропненно, и на несколько лет вы не будете себестоимость как-то суперсложно рассчитывать. Вы возьмете какой-то коэффициент и будете использовать коэффициент увеличения себестоимости или наоборот уменьшения этой себестоимости в зависимости от планов. Ну, опять же, классическое годовое и месячное планирование. Но, опять же, если сейчас я показывал модель бюджетирования годовую, то имеется в виду, что годовая может как на календарный год идти, так и каждый квартал, допустим, обновляться на следующий год. Вот, допустим, мы в марте будем делать план на период с апреля этого года, с апреля этого года до марта следующего года, то есть на некий прогнозный год. Сейчас понятно, что планы на год, ну, вряд ли вы будете строить, но, по крайней мере, на следующий квартал планы построить можно всегда. И тем самым обновив вот этот, обновив свой первоначальный план. То есть у вас будет некий прогноз годовой и можете обновить, обновлять его каждый месяц. Квартальное месячное планирование, опять же, можете делать отдельный план на год, можете отдельно делать план на квартал, можете отдельно делать план на месяц. Это будут все разные планы, вы даже можете сравнивать их друг с другом и даже корректировать эти планы на основании друг друга. Планирование финансового результата. Планирование финансового результата, либо планирование потоков денежных средств до БДР и БДДС. Я тут написал, имеется ввиду, что компания, допустим, начинает только как-то заниматься планированием, у них пока нет выработанной методологии, и они говорят, что нам нужно просто посчитать прибыль, допустим. Соответственно, они делают бюджеты по выручке, делают бюджеты по себестоимости. Им, допустим, на следующий год этого достаточно, потому что им важна прибыль. Если нужны планы, планирование потоков денежных средств, такое бывает всегда, практически всегда, которые компании приходят, они хотят в первую очередь контролировать денежные средства, планировать денежные потоки. Поэтому всегда есть вот эта схема. Начинают обычно с БДДС и смотрят, какие денежные потоки, какая дебиторка, какая кредиторка, кому надо заплатить. Делают планы, чтобы избежать именно кассовых разрывов, чтобы как-то их спланировать. Понятно, что на 100% вряд ли это все будет соответствовать, но стараются делать, если отклонение плюс-минус 10%, то это очень круто. То есть это очень крутое планирование. Лимиты расходования денежных средств. Это отдельно, я еще расскажу про связь с казначейством. Можно сделать модель бюджетирования отдельно, в которой вы будете фиксировать лимиты. Лимиты можно сделать также и в других моделях, но иногда применяется отдельная бюджетная модель, в которой фиксируются лимиты. Инвестиционная планирование. Опять же, если компания проектная, либо у компании есть какие-то проекты отдельные, либо есть у компании, либо компания занимается инвестициями, вкладывается в какое-то строительство, либо в какие-то компании другие, то, естественно, можно сделать модель бюджетов. Если есть типовая какая-то модель бюджетов, то можно ее настроить и рассчитывать уже в 1С ERP, сохранять уже некий массив данных в системе, чтобы можно было их, допустим, сравнить между собой. Но инвестиционное планирование, оно больше ситуационное. Поэтому, если вы делаете планирование по вложениям по какому-то конкретному проекту, ну, вряд ли вам подойдет такая же, вряд ли, если вы планируете вложиться в некий IT-продукт, вам подойдет та же самая модель, которая была в строительной компании, которую вы планировали по строительству, допустим, какого-то здания. Поэтому здесь придется много обновлять и здесь как раз возникает вопрос, а стоит ли оно того. Отдельно скажу, что да, модель бюджетирования есть, 1С ERP есть бюджетирование, но автоматизация ради автоматизации смысла в ней немного, если вам это не нужно. Дальше. Вспомогательная система планирования и отчетности использования массивом данных. То есть иногда понадобится просто система ввода данных и хранения этих данных. У меня был опыт, когда на другой системе, не на 1С ERP, мы вводили данные по логистике и после этого еще рассчитывали себестоимость каждой поездки. И здесь это тоже можно реализовать именно на тех инструментах, которые есть. То есть если вам нужно просто ввести какие-то данные, потом из них к ним подтянуть еще какие-то расходы и рассчитать себестоимость, ну допустим, опять же, логистики, себестоимость одной поездки, да, это можно сделать. Это не будет досконально до каждой машины, но сделать это можно. Опять же, вспомогательные системы, вспомогательные какие-то массивы данных можно загнать в 1С ERP, в бюджетирование, можно их использовать как угодно, считать как угодно, и они будут храниться в системе, это самое главное. Так, я с видами бюджетов, с моделем бюджетирования закончил, я посмотрю вопросы. Так, коллеги, вопросов я смотрю много, поэтому я к ним вернусь в конце. Обещаю, что вернусь, потому что что-то я не рассчитал со временем. Я сейчас ускорюсь. Так, это по моделям бюджетирования. Теперь дальше. Про варианты использования по бюджетированию я тоже посмотрел, как это выглядит, я тоже вам показал. Теперь про отдельные объекты блока бюджетирования. Экземпляры бюджетов. Экземпляры бюджетов я вам, соответственно, показал. Еще раз покажу. Экземпляр бюджета может быть, может выглядеть вот так. Настроить его можно как угодно. И, соответственно, его можно создать для каждого пользователя отдельно. Отдельно расскажу про вкладку основное. Есть сценарий, есть организация, есть подразделение. Отдельно можно добавить сюда любую другую аналитику. Но я хотел сказать про подразделение, потому что если у вас одна форма бюджета, допустим, вот такую форму должны заполнять пять разных подразделений. Соответственно, вы настраиваете, что у пяти разных пользователей создается вот такой экземпляр бюджета с разными подразделениями. И они тоже за этим не должны следить. Желательно, но не должны следить, как у них там, что вышло. Главное, чтобы не изменили их. И они вводят данные уже по своим подразделениям. Это то, что касается экземпляра бюджета. Сценарий бюджетирования. Вот здесь есть в экземпляре отдельный такой реквизит, сценарий бюджетирования. То есть, что можно сделать? Это могут быть годовые планы. То есть, что такое сценарий бюджетирования? Вы вносите массив данных с определенным реквизитом в определенной плоскости. Иногда я так объясняю, что это определенная плоскость. Вот эти данные ложатся именно на плоскость, которая называется основной годовой план в данном случае. Но и таких плоскостей может быть огромное количество. Соответственно, если вы вводите годовой план, квартальный план, месячный план, в разных сценариях, в разные данные, вы потом можете все это между собой сравнить. Если вы делаете план на год, и вы делаете план сценарий методически оптимальный, пессимистичный, оптимистичный, какой-то реальный, забыл слово, реальный, пессимистичный, оптимистичный, либо какой-то усредненный, то вы ввели эти данные в три разных сценария, и потом можете между собой сравнить. А потом еще и с фактом можете сравнить, какой именно сработал. Статьи и показатели бюджетов. Покажу, как выглядят статьи. Показатели выглядят статьи внутренние, я имею в виду, зайду. Вот такая вот карточка статьи. Статьи – это оборотные показатели. То есть то, что мы вводим, допустим, по продажам, мы вводим данные по продажам, они фиксируются в системе. Мы их можем зафиксировать в системе именно как на конкретный период с определенными аналитиками, как я показывал в экземпляре бюджета. А показатели бюджета – это тот инструмент, остаточные показатели, в которых мы можем посмотреть остатки по денежным средствам. Ну, карточка точно так же выглядит практически, просто это другая сущность. У нас тоже 6 аналитик. Мы можем посмотреть остатки денежных средств. То есть у нас ввели бюджет по выбытию денежных средств, по поступлению денежных средств. И мы с помощью вот этого показателя, с помощью этого показателя можем отследить остатки на банковских счетах. У нас есть запасы. Мы, ну, то есть, допустим, здесь есть запасы. Мы можем сделать, просчитать остатки по запасам. Опять же, по складам, по номенклатуре, по группам номенклатуры. Все это мы можем рассчитать. Что еще? А, кстати, даже кассовые разрывы можно, в принципе, посчитать и без вот этих показателей, без всех этих сложностей, потому что в формуле можно, если у вас есть две статьи поступления и выбытия, просто вы сделаете формулу в самом настройке, это поступление минус выбытие, вы увидите остаток на конкретный период. А если вы сделаете настройку с нарастающим итогом, то у вас из месяца в месяц будет остаток с нарастающим итогом. То есть, остатки по счетам и без показателей можно сделать, но это в зависимости от того, нужно вам это или нет. Не финансовые показатели. Не финансовые показатели. Карточка абсолютно такая же. Для чего они служат? Это вспомогательный инструмент, который можно использовать в бюджетах. То есть, допустим, вам нужно в формулу занести процент НДС. Но вы понимаете, что процент НДС, он может вообще в принципе меняться. И если вы занимаетесь экспортной деятельностью, он от страны к стране тоже может меняться. И от деятельности к деятельности. И вы можете внести его, вы можете его не вручную вносить в формулу, а просто ввести такой показатель НДС. И, соответственно, можете в формулу добавить НДС. И в формулах эти данные, в формулу будут подтягиваться уже эти данные, которые вы установите в не финансовых показателях отдельно. Не финансовые показатели могут быть из месяца в месяц одни и те же. То есть, допустим, если провести аналогию, регистр сведений, если кто-то знает, что такое. Вот если мы ввели один раз в январе, на период января НДС 20%, то вот пока мы его не изменим, он будет 20%. И вытаскиваться будет 20%. В том числе этот не финансовый показатель можно в разных аналитиках использовать. Можно его использовать в качестве источника для разных цен. То есть, можно засунуть в него какие-то цены, либо подтянуть цены. Кстати, вот то, что я говорил про цены. Я сейчас покажу даже. Про цены можно вытащить данные из других подсистем. Типовые источники это вот цены, численность сотрудников, первоначальная, остаточная стоимость. Ну и все остальное можно добавить, доработать. И, допустим, если здесь есть цены, это как раз вот из не финансовых показателей будет тянуться в наши бюджеты для расчета себестоимости, если использовать именно эту схему. Но вообще, вот эти не финансовые показатели можно использовать для чего угодно. Это могут быть цены, это могут быть какие-то нормы. Вот видите, норма запаса. Это могут быть какие-то ставки, это могут быть какие-то коэффициенты, нормативы. То есть, все, что угодно. Вот коэффициенты темпов. Допустим, у вас в стратегическом планировании на 5 лет предусмотрены коэффициенты повышения на 5%. Соответственно, вы можете ввести такой коэффициент, и при этом в формуле, в бюджете вам не придется проставлять эти 5%. В чем здесь плюс? Это то, что из месяца в месяц он может меняться, а в формуле вы можете поставить только одну цифру. А если вы используете коэффициент, то вы можете коэффициент устанавливать отдельно, но саму формулу вы трогать уже не будете. Не финансовый показатель аналитики, статьи, бюджетов. Есть такой инструмент аналитики, статьи, бюджетов. То есть, то, что мы вот в статьях видели, еще раз откроем, вот аналитики. Здесь можно добавить 6 аналитик. Это такой отдельный справочник аналитик, который можно использовать. Вот он. Но, ну понятно, что здесь есть предопределенные аналитики, договоры, заказы, контрагенты, партнеры, организации. Но в чем здесь плюс? Если вам понадобится вдруг какая-то своя аналитика, ее тут нет, вы можете ее создать. Понятно, что в факте эта аналитика уже использоваться не будет в типовом функционале. Но вы можете для планов, для целей планов создать какую-то аналитику, вообще любую. То есть, вы можете создать просто вот значение, просто значение и проставить свою аналитику с любым названием. Допустим, вы хотите по числам сделать аналитику, либо еще что-то, либо еще что-то. То есть, все что угодно можно сделать, создать свою аналитику и в бюджете вводить в разрезе этой аналитики. То есть, ее можно создать, ее можно создать, ее можно добавить, если ее нет. Список очень достаточно широкий, но, как правило, все равно нужна аналитика. Это не поможет вам свести план-факт с этой аналитикой, но, по крайней мере, когда вы придете к разработчику со словами «мне нужно свести в отчете план-факт», для этого нужно в факте, в фактических документах добавить эту аналитику. У вас уже эта аналитика будет, и в бюджетировании вам ее создавать уже не нужно. Это один из таких нюансов, который применялся на некоторых моих проектах. План подготовки бюджетов. Вот как раз я вам рассказывал о том инструменте, который обычно не используется. Соответственно, я вам сейчас расскажу. Вот это как раз план подготовки бюджетов, то, где будет настраиваться, то, кому будет создаваться задача и кому будет создаваться экземпляр бюджета в какой-то аналитике. Вот видите, это у меня обычная демо-база 2.5. Здесь есть различные разделы. Здесь, вот видите, сразу написано «однократно последовательно» или «однократно параллельно». Это как выполняются задачи внутри этих папочек условных групп. Мы давайте откроем вот это вот для примера. Планирование операционных бюджетов, планирование продаж. Вот мы видим, что последовательно выполняются операции. Ну, просто на примере расскажу. Последовательно выполняются операции. Сначала, соответственно, выполняется планирование операционных бюджетов, которые тоже последовательно выполняются. Что значит последовательно или параллельно? Вот, допустим, написано «параллельно» планирование продаж, планирование себестоимости. Это значит, что эти две задачи будут создаваться параллельно, могут создаваться у двух разных людей. Это в том случае так настраивается, когда они не зависят друг от друга. И, соответственно, в планировании продаж мы можем настроить, что именно мы сделаем в этом этапе. Мы настраиваем, но я проваливаться уже не буду. Мы настраиваем здесь, что здесь будет ввод бюджета, здесь будет вводиться некий бюджет или план, будет сразу проставляться реквизиты. Вот я вижу, организация проставляется, сценарий, ну и наверняка подразделение. Здесь написана длительность. И сейчас я покажу. Вот это вот окошко, когда это создается? Допустим, запускать все задачи до начала периода за 15 рабочих дней. Что это значит? Если это годовой план, то за 15 рабочих дней до начала года будет создана эта задача. То есть если мы говорим про месяц, как я говорил, если мы планируем на август, мы поставим здесь за два рабочих дня, за два именно рабочих дня. Он отследит, что это рабочие, это выходные. И 28 или 27 получается создастся эта задача, его оповестит по почте, что надо создать, что надо ввести эти данные. Он зайдет, ведет эти данные, пойдет работать дальше. И, соответственно, продажное подразделение не будет тратить время на какие-то настройки. Это то, что касается планирования. Это то, что касается планов подготовки бюджетов. Так, это у меня были скрины. Теперь то, что касается связей. Так, ну, ну ладно, продолжу. Тут, в принципе, немного осталось, потом к вопросам перейдем. То, что касается связи с другими блоками. Связь с блоком товарного планирования. Что такое вообще блок товарного планирования? У нас есть в системе определенные планы, определенные документы. Сейчас, коллеги, секунду. У нас есть отдельные планы в системе и отдельные инструменты именно товарного планирования. Почему называется товарное планирование? Ну, может быть, это не общепринятая терминология, но, наверное, больше моя привычка, что называется товарное планирование. Необычно в системе, необычно, а в системе это называется планирование запасов. У нас есть определенные планы. Планы продаж, планы производства, сборки, закупок, остатков. Давайте я сразу перейду в систему и покажу, зачем вообще это нужно. Вот у нас есть различные планы. Основной плюс в чем? То есть, как выглядит план? Сейчас покажу, как выглядит план. Вот такой вот план, он может иметь разные формы. Это не тот же самый конструктор, как в бюджетировании, но формы он может иметь разные. Допустим, здесь только количество, он может иметь и количество, и сумму, и количество, и цену, допустим. Можно загружать в него данные из Excel. Есть план продаж, который тоже, кстати, присоединен к системе бюджетирования. То есть, при планировании, то, что я показывал, план подготовки бюджетов, можно не только вводить конкретные бюджеты, но и вводить конкретные планы. В чем отличие от бюджетов, зачем задваивать данные, они не то, чтобы задваиваются. Есть один большой нюанс. Сейчас покажу. Есть планы продаж по номенклатуре, есть планы продаж по категориям, это укрупненные данные. Есть план производства. Мы, соответственно, можем создать план продаж и на основании него, то есть, на основании него создаем план производства. Но при этом первый плюс в плане производства, сейчас я его открою, первый плюс плана производства, это то, что в нем планируется не только продукция, но и полуфабрикаты сразу. То есть, если вы занимаетесь производственной деятельностью, то производство, то автоматически, соответственно, проставятся и полуфабрикаты этой продукции. Для чего это нужно? Для того, чтобы сразу было видно, какие полуфабрикаты нужно создать для создания этой продукции. Останавливаться я глубоко не буду, но могу сказать, что именно настройка заполнения планов, она достаточно такая гибкая. Вот я покажу заполнение плана. Так вот, использовать полные возможности. Если мы говорим о плане продаж, то источники для заполнения плана продаж или любого другого плана могут быть разные. Вот я покажу, просто быстро покажу. Вот это все, что вы видите, это источники для заполнения планов. То есть, вы можете заполнить план продаж на основании не только другого плана продаж. Или вы можете заполнить план производства не только на основании плана продаж, но и на основании заказов. Заказов клиенту. сейчас заказ да и заказ клиент у меня просто из-за панельки не видно подвину я все равно не видно ну ладно это заказ клиентов то есть на основании заказа клиентов можете план производства сделать на основании заказа на перемещение на внутреннее потребление то есть различные есть источника как правило их достаточно если мы говорим о каких-то простых схемах также в плане продаж вот видите здесь есть цены можно поставить в том числе цены планы продаж можно делать тоже по месяцам здесь главный плюс что бюджетирование нельзя допустим заполнить по заказам то есть вы можете сделать бюджетирование бюджет но вы не заполните его по данным из заказов вы можете заполнить его он заполнится по данным из плана продаж но не по заказам нет отдельного такого источника теперь я может быть немножко сумбурно говорю ну просто информации много хотелось уложиться в меньшее время так еще раз в плане производства какой плюс мы планируем не только продукцию но и полуфабрикаты теперь самый такой основной плюс вообще планирование план закупок в чем суть плана закупок он может планировать закупку товаров но здесь вот какие-то телевизоры ну неважно на самом деле вот побольше он может планировать закупку по ресурсным спецификациям и комплектациям самой номенкулатуры то есть у вас есть некая позиция которая для изготовления которой нужны полуфабрикаты и некое сырье и запчасти соответственно вы не будете в excel или через маршрутные карты как-то все это вытаскивать вы все это просто вытащите плане производства в плане закупок то есть вам не придется делать это вручную в том числе полуфабрикаты это основной плюс планов закупки какая здесь вас связь с бюджетированием в плане в планах вот данные которые мы вводим в планах можно внести в том числе в бюджетирование то есть если мы сделали план продаж если нам нужно если у нас производственная деятельность мы сделали план продаж план закупок план производства нам не нужно все это дублировать бюджетирование мы можем все это дублир мы все это можем транслировать вот здесь видите отражать по статьям бюджетирования настройках мы все это можем отражать в статьях бюджетирования по какому-то определенному сценарию и в бюджетировании нам это не нужно дублировать и мы можем это сразу использовать причем то что касается плана продаж или плана закупок можно не только какие-то одни данные делать но можно оставить данные в том числе с оплатами то есть если это продажи можно смотреть дебиторку можно планировать дебиторку если это закупки, то кредиторку. Здесь, соответственно, мы ставим статью бюджетирования, по которой будет все это транслироваться, и дублировать нам это не нужно. Мы можем скорректировать, взять эти данные и скорректировать, но дублировать и вводить заново нам это не нужно. В этом самый большой плюс именно связи товарного планирования и бюджетирования. Так, товарное планирование, ну плюс еще товарное планирование, опять же, есть остатки. Если вы уже сделали план продаж, план производства, план закупок и допустим или у вас сборка на складе, план сборки, то вы можете сделать план остатков и вам не придется для баланса прогнозного делать какой-то отдельный план. Но все это придется между собой сводить, конечно. Ну чисто математически. Дальше. Немного осталось, два блока. Связь с блоком казначейства. Это лимиты и заполнение бюджетов по заявкам на расходование. Что касается казначейства и лимитов. В 1S ERP есть настройки по лимитам. Сейчас. Есть две настройки по лимитам. Просто расскажу, не буду показывать. Вы можете просто устанавливать лимиты для каких-то конкретных статей, а можете устанавливать лимиты посредством бюджетирования, посредством самих бюджетов. То есть вы создали бюджет на оплату каких-то товаров по контрагенту или по статье и включили лимиты по этой статье. Все, у вас появились лимиты по этой статье. Как это работает по бюджетированию, ой, как это работает в казначействе, вы не сможете создать заявку, если она сверх лимита. Теперь про сами лимиты. Расскажу. Сейчас, секунду. Вот так вот выглядит окошко по правилам лимитов. То есть мы настраиваем по статье лимит. Ну, какую-нибудь выберем под деньгом. Оплата, оплата, оплата. Вот оплата. Здесь можно установить периодичность, допустим, месяц. Мы можем установить, по какому конкретно сценарию у нас будет лимит считываться. Мы можем установить разрешающий это лимит или информационный. Разрешающий, соответственно, он не даст провести заявку. Если информационный, то просто проинформирует. Лимиты по статьям также можно, вот снизу есть аналитики, лимиты можно настраивать в рамках аналитик. Допустим, по контрагенту или по договору. Или по банковскому счету вообще. Основная связь с бюджетированием это то, что когда вы делаете бюджетирование, вы сделали план по какому-то определенному сценарию, вам уже не нужно делать лимиты. Вы их уже сделали в рамках бюджетирования. Как я и говорил, иногда делают отдельную модель именно для бюджетирования. Иногда это применимо. Так, по, так, лимиты, заполнение бюджетов по заявкам. Заполнение бюджетов по заявкам, это вот я как раз заходил в статьи. Бюджеты. В бюджетах можно вытащить данные, в том числе, из текущих заявок на расходы на деньги и средства. Есть определенный источник. Я даже его покажу. Это оперативный учет. Оплата поставщику. И здесь есть источник суммы. Это источник суммы к выплате. Вот этот источник, это правило получения фактических данных. Это те данные, которые можно вытащить в отчете. То есть вы настраиваете для статьи, по каким правилам вы будете вытаскивать данные в каком-то отчете или бюджете. То есть по какому правилу у вас будет заполняться тот или иной бюджет. И вот здесь, соответственно, можно поставить такой источник, чтобы можно было вытащить данные по уже существующим заявкам. То есть если вы планируете на месяц, вам не нужно вытаскивать заявки. Смотрите, какие там есть заявки. Вы можете сделать планирование на месяц, а потом в отдельном бюджете сократить эти данные на сумму заявок. Допустим, чтобы лимиты сохранились. В том числе для лимитов, потому что применить. Вы можете просто вытащить эти данные по заявкам, если вы делаете заявки на месяц вперед. Мало у кого это получается, но если у вас производство с циклом производства 3-4 месяца, у вас понятные заявки на следующем месяце, вы можете не планировать оплаты по каким-то определенным статьям. Вы можете сделать просто заполнение от заявок. Потому что заявки в любом случае придется делать. Ну, если вы их делаете для казначейства, я имею в виду. Так. Про сверхлимиты казначейства я уже не буду рассказывать. Это не тема нашей встречи. Это то, что касается казначейства. И регламентированный оперативный учет. Правила получения фактических данных и отчетность. Ну и, соответственно, как я и говорил, у нас есть правила получения фактических данных, вот куда мы заходили. Мы можем создать какой-то источник. То есть для чего все это нужно? У нас есть отчет, у нас есть бюджетные данные, плановые данные, и нам нужно все это сделать план-факт. У нас есть плановые данные, нам нужно сделать, подтянуть фактические данные. И вот здесь правила получения фактических данных для статей. Кстати, правила получения фактических данных действуют в том числе для показателей, которые остаточны. То есть для оборотных статей и для остаточных показателей бюджетов можно тоже все это заполнить. В том числе для... Если честно, забыл, или не финансовые показатели, можно это сделать? Нет, нельзя. Так, сейчас, секунду, вернусь, вернусь, где у меня было... Вот они. Правила получения фактических данных. Мы можем сделать из... Подтянуть эти данные фактически для планфакта из регламентированного учета. Это будет выглядеть просто. То есть нам нужен счет учета. Допустим, для себестоимости мы возьмем 20-й счет. Ой, не тот выбрал. Ну ладно. И, соответственно, обороты дебита, обороты кредита, какие нам нужны, можем по 90-му выбрать. То есть по любому счету, в котором нам нужны данные. Но здесь есть один нюанс. Это субконта. То есть на бухгалтерском... На плане счетов бухгалтерского счета есть только три субконта. И, соответственно, если у вас затратный счет какой-нибудь 25-й, еще производственные расходы, у нас есть только ограниченное количество субконта и аналитик. Соответственно, если вы в планировании использовали большее количество аналитик, то планфакт по ним не сойдется. Их просто нет. Есть сквозные аналитики, которые будут тоже подтягиваться, но этого все равно недостаточно. Ну, то есть иногда этого бывает недостаточно. Сейчас, секунду, коллеги. Так, иногда этого недостаточно, но вот, допустим, у меня в Казахстане был проект последний, в котором мне конкретно сказали, что фактические данные с бухгалтерии этого достаточно. Почему? Потому что, как правило, фактические данные с данных регламентированного учета, с регистров бухгалтерии и подтягивают, их и подтягивают с оборотно-сальдовых ведомостей и остальных данных регучета. Поэтому, как правило, всегда этого достаточно. Но у нас есть еще несколько источников. Международный учет не будем смотреть. Редко используют. Ну, то есть редко делают МСФО в ЕРПИ. Но он есть. Оперативный учет. Вот оперативный учет. Он ведется по хозяйственной операции. Покажу хозяйственные операции. Здесь большой-большой-большой список хозяйственных операций абсолютно разных по разным сферам. И, соответственно, можно вытащить любые операции. Допустим, те же самые денежные средства, разные виды оплат. Но даже если вы выбрали какую-то оплату и выбрали сумму оплаты для факта, то все равно можно сделать отбор. Можно добавить элемент и сделать отбор конкретно для этого источника, для этой статьи. То есть, допустим, мы хотим отбор, чтобы сюда не попадал какой-то контрагент. Ставим, что не равно, этот контрагент в наши данные попадать не будет. Но это, допустим, если у вас межфилиальные расчеты и расчеты в качестве субъекта используется контрагент, в качестве субъекта контрагента используется ваш филиал, то можно его убрать из расчетов. Так, правило получения. И что там было еще? Отчетность. Ну и, соответственно, правило получения фактических данных настраивается. И в отчетности все это выбирается. Даже покажу, как это делается. Просто покажу для примера. Это делается... Сейчас вот это смотреть не надо было. Я дохожу просто до настройки какой-то выручка. Можно перетянуть. И вот здесь вот в настройке, если в сценарии равно в отборах при настройке формы бюджета выбрать вот эти фактические данные, сценарий такой фактические данные, то у вас, соответственно, в отчете будут подтягиваться фактические данные. Это первый способ. Это один из способов. Второй способ. Это можно вот здесь вот сверху, видите, колонки месяц, то, что я вам показывал. Так. Я сейчас покажу по сценариям. А, нет, они были в другом месте. А, нету сценария в другой настройке. Ну, в общем, условно можно перетянуть сценарий. И вот в этом месяце поставить, если это отчет, плановые данные, ваш сценарий, который вы будете использовать для плана и фактический сценарий. И, соответственно, по этой статье будут отображаться данные те и те. А можно сделать отклонение. Можно сделать группу, потом формулу по группе, чтобы они сразу показывали отклонение. Но это же кто как при настройке решает. Так, коллеги, по регламентированному по оперативному учету рассказал. Теперь ответы на вопросы. Так, теперь вопросы. Добрый день из вашей практики. Как долго занимает внедрение блока бюджетирования в производственном предприятии с настройкой форм бюджетов? Тут, знаете, зависит от чего. Зависит от того, есть ли какие-то нетиповые формы. Есть ли какие-то, насколько сильно проработан, именно, насколько и сильно проработан процесс бюджетирования в компании? То есть, если он не проработан, то нужно будет еще и методологию дорабатывать. Некоторые говорят, некоторые компании говорят, что могут внедрить систему бюджетирования за два месяца. Но здесь нужно понимать, что, да, они могут внедрить систему бюджетирования за два месяца, но это будет именно разработанное ими решение и методика. А если нужно внедрить методику именно заказчика, нужно смотреть, сколько у них форм, для какой цели, какие отчеты. На основании каких данных у них идет сбор факта. Хватает ли аналитик. Ну и там в зависимости уже от этого нужно считать. Среднего какого-то количества часов или месяцев нет. В зависимости, все это зависит от вот этих показателей, которые я перечислил. Ну, производственное предприятие, которое использует просто регучет для факта, у него есть типовые формы, нет никаких особенных аналитик для использования. И, допустим, себестоимость они не будут отдельно считать. Либо, ну, то есть отдельно не хотят какой-то инструмент расчета себестоимости. Либо просто этот расчет себестоимости плановый не входит в наш расчет внедрения бюджетирования. И кроме там каких-то дополнительных вещей, то именно какая-то цифра конкретная может колебаться от трех до шести месяцев. То есть я говорю, разбег может быть большой. Сталкивались вы с роботизацией этапов бюджета, рассылка проектов по держателям, например? Нет, с роботизацией я не сталкивался. Роботизация этапов бюджета. С роботизацией вы, возможно, имеете в виду именно оповещение. Вот про оповещение по планам подготовки я рассказал. Это есть. Именно при автоматизации уведомлений это тоже есть. Про мобильное приложение, отражение каких-то данных через мобильное приложение это есть. Но именно у меня, допустим, планы подготовки бюджетов, ну, дай бог, может быть, на двух крупных проектах было, потому что редко используют. Потому что когда начинают смотреть бюджеты, бюджетирование, финансисты видят, что огромное количество этих бюджетов и огромное количество нужно контролировать сотрудников. И, как правило, все начинается с того, что у всех есть много прав и просто сидят вместе с людьми и делают бюджеты вместе с пользователями. Потому что финансистам все равно нужно понять, как это делается. Кто-то из ваших клиентов рассчитывал себестоимость через плановые калькуляции? Вот нет. Ни один клиент так и не согласился на расчет по плановым калькуляциям. Потому что, вот как я и говорил, есть проблема через расчет плановых калькуляций. Нет потом какого-то отчета, который бы показал сразу, как сказать, расчет именно итоговой какой-то себестоимости. В типовых отчетах по бюджетированию нельзя вытащить вот это разузлование. Вот в чем проблема. Поэтому не соглашаются. Можно, конечно, в отдельных отчетах по плановой себестоимости вытащить вот это разузлование по материалам и работам, но, как правило, не соглашаются. И плюс все-таки плановая калькуляция не настолько доработанный инструмент, чтобы покрыть требования конкретного заказчика, конкретного производства по расчету плановой себестоимости. Вот в этом тоже есть проблема. Как правило, не хватает этого функционала. В экземпляре бюджета можно данные копировать из Excel или загружать из Excel? Да, можно. Там есть отдельная кнопочка загрузить из Excel. Там можно выгрузить из экземпляра бюджета, создать некую отдельную форму, отправить эту форму, ну, допустим, по почте отправить эту форму какому-то пользователю. Он может ее заполнить цифрами, потом он может ее вернуть, и вы можете загрузить данные. Допустим так. Можно просто загрузить данные из Excel, если у вас есть уже массив данных. Но есть проблема с тем, что экземпляры бюджетов, виды бюджетов, есть такая настройка, это сложные таблицы. Если сложная таблица, то есть ограничения на загрузку. Если она не двухмерная, эта таблица, то, ну, просто двухмерная таблица не загрузится туда. Есть такие ограничения. Так, бюджетирование по статьям расходов с счетом учета позволяет потом в рамках закупного процесса и создания заявок на закупки отслеживать нахождение в бюджете и при одобрении не пропускать заявки новые. Так позволяет потом в рамках закупочного процесса и создания заявок на закупки отслеживать нахождение в бюджете. Сейчас, почитаю по статьям. Там есть кнопочка сверх лимита, там есть отдельные нюансы по ее работе. Ну, естественно, человек с правами администратора может провести все, что угодно. Но заявки, да, отслеживаются. План продаж может быть только суммарным, без количества и без выбора конкретных товаров. Нет, почему он может быть с количеством, с выбором конкретного товара. Может быть, а нет, может ли он быть суммарным без количества и без выбора конкретных товаров? Ну, вы, в принципе, можете сделать просто одну цифру, на какую-то одну номенклатуру придуманную. Это будет с одной цифрой. С одной цифрой и по количеству, и по сумме. Можно без суммы даже. Можно ли без количества? Ну, можете единицу поставить. Без количества, по-моему, нельзя. По-моему, нельзя, но можете, опять же, поставить единичку. Есть ли в ERP возможность бюджетирования на основании плана продаж в суммарном выражении, например, по торговым агентам, то есть исходя из планируемых сумм продаж по агентам? Так, есть ли в ERP возможность бюджетирования на основании плана продаж в суммарном выражении, например, по торговым агентам, то есть исходя из планируемых сумм продаж по агентам? по агентам по торговым агентам там есть планирование по контрагентам сейчас я покажу сейчас я покажу аналитику возможную давайте вот этот назначением и план продаж здесь есть детализация и соответственно вы можете планировать по клиенту если вы имеете ввиду клиента а можете планировать по менеджеру то есть по вот этим двум по контрагентам или по менеджерам планировать можно объединенные либо раздельные на можно сделать не привязывать план продаж к выпуску продажи конкретной продукции следовательно вести план фактный анализ по торговым агентам из договора ну то есть да соответственно можете одну цифру какую-то поставить поставить какую-то одну сумму и сделать по менеджеру или по контрагенту бюджетирование можно ли сделать это бюджетирование да там можно подтянуть аналитику менеджера ответственного лица но можно ли подтянуть факт я сейчас точно не скажу но по идее должно потому что не такая серьезная это аналитика чтобы ее нельзя было подтянуть в любом случае даже если нельзя подтянуть это наверное часа два разработки максимум просто добавить галочку в договоре есть основной менеджер ну наверное да вы про менеджера да вот по менеджеру можно так коллеги вопросов больше нет вопросов больше нет сейчас если вопросов больше нет то спасибо всем большое за внимание запись у нас будет можно будет посмотреть если будут вопросы соответственно можно написать на нашу почту всем спасибо еще раз всем хорошего окончания дня до свидания